Сегодня последний звонок прозвучит и для Даниила Фиолковского. В свои 17 лет он стал лауреатом Всемирного конкурса научных достижений среди школьников. Эту премию называют «Малой Нобелевкой». Подросток из Петербурга построил алгоритм для компьютерной программы, которой будут пользоваться банкиры. Наталья Дубровская расскажет, как 17-летний юноша увидел то, чего не замечали взрослые. Минус первый. И, собственно, здесь будет W3B, W2. Он вполне мог бы уже и сам преподавать, хотя школу еще не окончил. 17-летний Даниил Фиолковский из Петербурга обошел почти 2000 конкурентов из 75 стран, доказав, удивить можно и нобелевских лауреатов. Впрочем, на чужие лавры юный математик не претендует, признавая. На пути к «Малой Нобелевской премии» ему, конечно, помогли. Так что у его открытия должно быть двойное название. Я думаю, что это будет какой-нибудь алгоритм Иванова-Фиолковского, потому что есть еще мой научный руководитель. Вот. И я думаю, что как-то вот так вот возможно назовут. Да, мы в шутку его так называли на занятиях. Даниил доказал теорему и построил алгоритм. На основании этого появилась компьютерная программа. Разработка поможет в первую очередь финансовым структурам. Банкам, к примеру, станет проще защитить информацию, деньги вкладчиков и кредитные карты. Да и собственные активы обезопасить будет не лишним. Представьте, за 10 минут можно так нахулиганить, понимаете, на сайте банка. Вот это у него алгоритм позволит не дать этому хулигану больше 15 секунд. Понимаете, вот такой уровень быстродействия, очень существенное продвижение. Отправляясь в американский Питтсбург, школьник не особенно волновался. Он знал, что и работа у него сильная, и что на премию он точно может претендовать. Хотя некоторые сомнения, конечно, были. В этом зале только неимоверно одаренная молодежь, уже победившая на национальных турнирах. Да и жюри серьезнее не придумаешь. Ученые с мировым именем и нобелевские лауреаты. Данил успевает и учиться, и дополнительно заниматься в летних математических школах, слушать спецкурсы по матанализу, алгебре, топологии. Но на математике Свет Клином, как выяснилось, не сошелся. Он отлично знает английский, учит испанский, увлекается футболом и встречается с друзьями. Научного руководителя, который готовил вундеркинда к Малой Нобелевке, такая активность ничуть не удивляет. Как раз очень такой адекватный парень. То есть бывают такие гении, которые считают себя лучше всех остальных. Он совершенно не такой, с ним в этом плане совершенно легко и свободно. Мария Фиолковская всегда понимала, ее сын особенный. Потому старалась помочь ему в любом начинании. Сегодня его день расписан по минутам. Но когда ребенок талантлив во всем, разве это может не радовать? Он как-то способный действительно. Он всегда хотел чем-то хорошим заниматься. Языками, футболом, что ж плохого занимается. Поэтому, конечно, мы всегда только за. Малая Нобелевка не просто одна из престижных премий. По сути, она показывает научный потенциал каждой страны, которая участвует в конкурсе. То есть позволяет понять, каковы ее перспективы на ближайшие десятилетия. И к России в этом смысле чуть ли не самый жгучий интерес. Когда российская работа привозится, китайцы просто эту работу, ну просто на ней висят. Так же, как и висят американцы. Они оценивают уровень наших школьников. Потому что через 10-15 лет в руках этих школьников будет очень-очень много. Чем будет заниматься в это время юный лауреат, сейчас сказать сложно. Он еще не решил. По крайней мере, математика не планирует. Говорит, скорее бизнес и финансы. Впрочем, все еще может измениться. Первым делом нужно ЕГЭ сдать. Наталья Дубровская, Наталья Сулюкина, Александр Иванов, Светлана Шишкина и Игорь Ширунов. Пятый канал.